Короткий инструктаж. Наблюдателям ОБСЕ объясняют маршрут и напоминают, как вести себя в случае обстрела. Теперь можно выдвигаться в путь. В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в настоящее время работают более 660 человек. Подавляющее большинство из них на востоке страны. В течение трёх месяцев состав миссии будет увеличен практически вдвое. Отчёты этих людей — один из немногих источников информации о происходящем в зоне конфликта, которым доверяют на Западе. Нередко их работе препятствуют сепаратисты или украинские военные, говорит замглавы миссии Александр Хук. В начале года в Донецкой области открылись две новые патрульные базы миссии — в Красноармейске и Светлодарске. Ранее подобные базы открылись в Волновахе и Новоайдаре. Кроме того, на стороне сепаратистов — в Стаханове, Горловке и Дебальцево. Подобные пункты позволят миссии разместить небольшое количество наблюдателей непосредственно у линии разграничения. А в конце марта Постоянный совет ОБСЕ должен будет решить, продлять ли работу миссии. В этом году организацию возглавила Германия. Представляя программу председательства Берлина, глава МИДФРГ Франк Вальтерштеймайер уже заявил, что Украина останется приоритетом организации в 2016 году. Однако помимо урегулирования конфликта в Донбассе перед Германией стоит еще немало трудных задач. Она возглавила организацию, которую еще недавно называли «бумажным тигром». То есть ее считали большой, но беззубой. На протяжении последних лет страны, которые входят в организацию, постоянно урезали ее бюджет. В 2016 году его удалось сохранить на уровне прошлого года. Но и такой результат немецкий МИД назвал успехом. На фоне ситуации в Донбассе значение ОБСЕ начало расти. Ее вновь заинтересовались журналисты и политики. Сейчас в том числе и от Берлина зависит, сумеет ли организация вернуть былой политический вес и внести свой вклад в урегулирование конфликтов в регионе.